Доброе утро! Просыпайтесь! Продолжение следует... 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 деревни Верхи. Грунтовые воды являются одним из источников питания реки Пульва. Течет в Пульву и ручеек из незамерзающего родника в деревне Тумен. Его кристально чистая вода проходит сквозь толщу голубой глины. Сюда люди приезжают не только испить воды, но и окунуться в специально оборудованной купели. За исцелением приходят и к свято-михайловскому природному источнику. Он находится за деревней Ставы. С водой неразрывно связана жизнь людей на Полесье. Источник в известном напенчине историческом местечке Дубои относится к типу холодных. В колодцах сохраняется постоянный уровень – один метр. Не изменяется и температура воды. Неизменным остается уровень воды в колодце, поставленном на месте выхода на поверхность другого родника, близ деревни Ковнятин. В деревне Пинковичи, где в начале 20 века преподавал Якуб Колос, на месте родника стоит колодец. Он называется «Колодец» Якуба Колоса. Издавна воду обожествляли, как вечно живой родник. Сегодня многие источники освящены и названы в честь святых. Особое внимание уделяется охране родников. Их оборудуют и проверяют качество воды. Некоторые особенно ценные объявлены памятниками природы. К тому, что создано природой, необходимо относиться с особой бережливостью. Томаты содержат много витамина А и витамина К, а также значительное количество витаминов группы В, фолиевые кислоты и тиамина. Один томат обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине С. Также помидоры – это хороший источник железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди. В общем, польза очевидна. Записывайте новый рецепт и удивляйте домочадцев. Привет! Сегодня мы расскажем, как легко и быстро приготовить фокаччо с томатами и черными оливками. Просеем в глубокую миску 500 граммов муки. Добавим к муке 150 граммов манной крупы, 10 граммов сухих дрожжей и 20 граммов сахара. Хорошо перемешиваем с помощью венчика. Делаем небольшое углубление и вливаем в него 300 миллилитров воды комнатной температуры. Вымешиваем тесто. Готовое тесто распределяем по противню толщиной 2-3 сантиметра. Пальцем сделаем углубление в тесте для начинки и наполним их черными оливками и томатами черри. Поливаем оливковое масло и добавляем несколько веточек тимьяна для аромата. Отправляем в духовой шкаф на 35 минут. Используем нижний и верхний тены при температуре 190 градусов. В сотейник вливаем 100 миллилитров оливкового масла. Нарезаем 2 зубчика чеснока тонкими колечками и отправляем в сотейник с листьями тимьяна. Мелко нарубим укроп и отправляем его в сотейник. Далее порубим петрушку и также отправляем в сотейник. Солим и перчим. Слегка прогреем зелень в масле не более 2 минут. Готовый итальянский хлеб поливаем ароматным маслом с зеленью. Приятного аппетита! Давным-давно На пятнадцатом году жизни В одной маленькой деревушке Эй, ты нашла щелкончика? Молодец, что нашла. Огромное тебе спасибо. Какая ты смелая. Солушка! Умоляю тебя, пощади. На туфельке кровь. Не покидай нас. О боже. Кэкс, пэкс, тэкс. Домик так домик. Ступай прочь из моего замка. Конечно. Ну ладно, как скажешь. До свидания. Брестская область в период с января по май более чем на 40% выполнила годовой план по строительству жилья. В юго-западном регионе в этом году намечено построить 640 тысяч квадратных метров жилья. За пять месяцев ввели в эксплуатацию свыше 260 тысяч квадратных метров. В том числе практически половина этого объема построена с государственной поддержкой для состоящих в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соблюдаются требования по направлению многодетных семей на строительство жилья в течение года со дня постановки на учет. По состоянию на 1 апреля количество долгостроев в области сократилось на 34, сейчас их 228. В основном это объекты агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. Большинство из них размещаются в Бресте, Пинске, Брестском и Лунинецком районах. Сегодня 28 июня и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. 1891 год. Родился участник освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной войны Артем Боречевский. Отличился в 1944 году во время прорывов вражеской обороны на северо-западнее Рогачева под Волковыцком. Герой Советского Союза. 1906 год. Родился один из руководителей подполья и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, журналист Василий Самутин. Был редактором Витебской подпольной газеты «Звезды» Советской Беларуси. В 50-е годы прошлого века был заместителем министра лесного хозяйства БССР. 1923 год. Родился белорусский архитектор профессор Владимир Чантурия. Савтор проектов детальной планировки исторических центров Гродно и Витебска. Под его руководством проведены обмеры памятников белорусского зодчества. Лауреат государственной премии. 1953 год. В Гумеле родился белорусский ученый Александр Ковалев. Разработал методику и технологию комплексного экологического обследования и мониторинга окружающей среды. Лауреат государственной премии Беларуси. Премии Ленинского комсомола Беларуси. 1979 год. Учерождена Красная книга Беларуси. На тот момент она состояла из одного тома и включала 80 видов животных и 85 видов растений. Издание вышло на белорусском языке. Охота на представителей фауны и сбор образцов растений, которые перечисляются в ней, строго запрещены. Каждый вторник рассказываем о людях, которые делают мир вокруг себя красивее. Стать героем рубрики «А у нас во дворе» может каждый. Для этого просто отправьте свое сообщение на наш студийный вайбер 821-5555. Расскажите о людях, которые делают ваш двор уютнее. Если накопились проблемные вопросы, решить которые самостоятельно не получается, тоже пишите. Разберемся в ситуации вместе. Сегодня же в нашем эфире положительный пример, когда желание сделать мир вокруг себя красивее вдохновляет окружающих. С началом летнего сезона все больше людей стремятся выехать на природу. Но после такого отдыха у жителя деревни Бульково Василия Галуза прибавляется работа. В окрестностях деревни Бульково наводит порядок и следит за состоянием окружающей среды неравнодушный пенсионер. В его арсенале специально сделаны им штык для мусора и мешок. Местные знают, если Василий Николаевич прогуливается по берегу Муховца или по опушке леса, там будет чисто. Я, глядя на окружающую среду и природу, с которой я не знаю насколько, но я с любовью отношусь к ней. И хочу, чтобы и другие относились так же. И мы, люди, сами делаем свой выбор. Или находимся в окружении всякого мусора, или же мы будем ходить по хорошим дорогам и не цепляться за них. И все. И приучал для себя, и хотел, чтобы и люди даже привыкли не мусорить, заботиться о природе. Мысли о проблемах загрязнения природы Василий Николаевич выражает в стихах. Все они, как призыв для других, не мусорить. Уберись, спи спокойно. Законной экологии дружи достойно. Любовь к порядку и чистоте у Василия Николаевича еще с армейских времен. Звание майора не мешало прибирать мусор за солдатами, несмотря на насмешки сослуживцев. Невольно я начал возле дома. И мне даже говорят, зачем ты это делаешь? Честно скажу, я был майором, я в части, Советский Союз был. И я в части, даже здесь накурили, я в парке подбетал. Меня офицер говорит, ты же майор. Когда я прошел до аэропорта, за аэропортом там лез и вдоль речки, я был поражен, сколько чего там всего. Я собирал кучи, сортировал и потом вывозил. Пенсионер не ищет помощи в уборке и сортировке мусора и тем более ее не просит. Но в последнее время все чаще к нему приобщаются такие же неравнодушные люди, чтобы помочь. На своем стареньком автомобиле Василий Николаевич лично вывозит все на мусороперерабатывающий завод. Рабинку я убираю, складываю кучу, кучу, кучу. Подъезжает какой-то, значит, человек, который отвечает за землю. И я ничего не говорю, прохожу по тому, может, что-то не хотите. Вы знаете, мы сейчас соберем команду и уберем все дела. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста, я никому не жалуюсь. Никому. Вот это что стихи, то это крик моей души. Начиная с ранней весны и до морозов, пенсионер помогает расчищать окружающую среду. Говорит уже по звуку шагов, знает, есть ли на земле мусор и из чего он сделан. Особенно огорчает его, когда несознательные рыбаки и отдыхающие оставляют после себя беспорядок. Василий Николаевич и сам любит находиться на природе. Я рыбу не люблю ловить, честно говоря. Но люблю смотреть на нее. С удовольствием бросаю, вижу, как они развиваются, мне доставляет большое удовольствие. И вот я все-таки, пока сколько моих сил будет, я буду заниматься и кого есть. Хотите верьте, хотите нет. Не осталось незамеченной деятельность Василия Галуза и администрации Тельминского сельсовета. Председатель Елена Фурсевич тоже всегда готова оказать содействие пенсионеру. Все понимают, такие люди, как Василий Николаевич, на вес золота. Когда Василий Николаевич, мы поинтересовались у него, какая нужна ему помощь, может быть, содействие. Он сказал, единственное, о чем я прошу, это шляпу с антимоскитной сеткой. Потому что, когда я собираю мусор, говорит, меня мошка заедает. Поэтому сегодня Тельминский сельский с полкома... Это вы знаете, честно скажу, доставили мне большующее удовольствие. К сожалению, в наше время все больше людей, которые ходят, требуют, жалуются. Но очень мало людей, которые проявляют сами инициативу и просят оказать содействие со своим же участием. в решении каких-то проблемных вопросов. И в этом плане нам очень сильно повезло нашему сельсовету, что на территории деревни Бульково проживает такой гражданин Василий Николаевич Галуза, который с удовольствием оказывает содействие в благоустройстве территории. Пока мы снимали сюжет, мусорный мешок Василия Николаевича был снова наполнен. К сожалению, невозможно проконтролировать каждого, кто вывозит и выбрасывает мусор за пределы своего двора. Пенсионер все же надеется, своим примером он способен научить и показать то, какой будут видеть окружающую природу наши потомки в наших руках. Финальные соревнования Республиканской спартакиады «Школьников-2022» по гребле на байдарках и каное в стрельбе пулевой и фехтованию проходят с 27 по 30 июня в Бресте. Причем проходить соревнования будут сразу на нескольких площадках. Гребля на байдарках и каное пройдет на базе Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле. Брестский областной комплексный центр Олимпийского резерва примет соревнования по стрельбе пулевой, а фехтовальщики встретятся на базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 3 города Бреста. Мы также сделаем наше утро максимально бодрым, присоединимся к нашему фитнес-инструктору прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Катя. Сегодня у нас с вами комплекс упражнений для верхнего плечевого пояса. Для упражнений нам понадобятся небольшие гантели и хорошее настроение. Итак, первое упражнение для мышц спины. Исходное положение в наклоне. Мы выполняем тягу к поясу. Работаем сначала одной рукой 30 секунд. Поехали! Лопатку приводим к позвоночнику и дотягиваем локтем назад. С выдохом тянем гантель к себе. Напомню, что работаем 30 секунд. Лопатку приводим к позвоночнику. Наверху можно немножко подержать гантель. Выдох. Так, у нас осталось 5 секунд. 3, 2, 1. И сразу другая рука. Поехали! Представляем, как будто мы колем лопаткой орешек, прижимая ее к позвоночнику. С выдохом тяга. Еще немного. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Готово! Итак, второе упражнение для мышц плеч. Гантели на уровне ушей располагаем. И с выдохом выжимаем одну руку вверх. Работаем 30 секунд. С выдохом вверх немного быстрее, а вниз замедляемся и притормаживаем. Выдох, выдох, выдох. Работаем активно, укрепляем мышцы плеч. 5 секунд осталось. Выдох, выдох, выдох. Сразу правая рука. Веселее. Наверх быстро, вниз медленно. Быстро, медленно. Не меняйте такой темп. Выдох, выдох, выдох. И приготовьтесь, сейчас будет кое-что интересное. 5, 4, 3, 2, 1. И обеими руками. Поехали. Выполняем жим. Давайте 15 раз. Руки устали. 10, 9, 8. Толкаем локти вверх. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще одно упражнение для мышц плеч. Руки располагаем внизу. Гантели у бедер. И с выдохом разводим руки в стороны. Выдох, выдох. Гантели поднимаем. Где-то до градусов 70-80. Высоко не надо. Плечи держим от ушей. Тянемся за макушкой вверх. Выдох, выдох. Вверх, наверх, быстро, вниз, медленно. Быстро, медленно. Еще немного. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. А теперь мы можем смело носить открытые майки. Всем улыбок и хорошего настроения. Брест, привет! Всем классного дня, хорошего настроения, улыбок, веселья. Доброе утро, Брест. Брест, доброе утро. Я люблю свой город и всем брещанам желаю доброго утра, здоровья. Ива Цельевич, доброе утро, всем хорошего дня. Доброе утро, Брест, всем хорошего настроения. Всем приятного утра, хорошего настроения, даже несмотря ни на что. Город Кобрин, доброе утро, всем желаю хорошего дня. Брест, доброе утро, всем хорошего дня. Профессия косметолога возникла впервые в Древней Греции. Человек, который с помощью специальных средств помогал женщинам устранить дефекты кожи, назывался косметом. Он прописывал массаж, водные процедуры, кремы, а также помогал маскировать изъяны при помощи косметики. А вот в Риме косметике уделялось столь большое значение, что Сенат вынужден был принимать законы, ограничивающие ввоз ее из других стран. Так как закупка косметических средств из Египта, Китая, стран Аравии серьезно ударила по казне. Стремящихся к красоте римских женщин не пугало ничего. Даже пигменты из различных ядовитых веществ, которые содержались, например, в губной помаде в то время. О современной косметологии пойдет речь далее в нашей постоянной рубрике «Красивое утро». Меня зовут Алина, я косметик пятого разряда. И сегодня мы поговорим с вами о самой трендовой процедуре этого года – карбокситерапия. Карбокситерапия была взята из нашей медицины. Наши врачи делают уколы углекислого газа в суставы спортсменам для нейропатии, лечения различных заболеваний. А эстетическая косметология пошла еще дальше и придумала, сделала, воплотила идею карбокситерапии с помощью кремов и масок. Что происходит во время этой процедуры? Конечно, мы умываем, подготавливаем кожу клиента с помощью умывания, с помощью дополнительного очищения. Как я говорила в прошлых программах, что энзимный пилинг сейчас пользуется большой популярностью, и он будет давать хорошее дополнительное очищение. Создается активное поле из углекислого газа. И простым языком говоря, наша кожа как будто начинает задыхаться. И активно брать кислород из нашей крови. Что происходит в этот момент? Начинают активно сражаться и наши клеточки. Они активнее делятся. Фибробласты, гиалуроновая кислота, коллаген, эластин. Наша кожа осветляется, наша кожа омолаживается. Поэтому это одна из трендовых процедур. Мы сейчас подготовили нашу модель и начинаем наносить маску. Наша маска уже из готового продукта. То есть совмещены кислоты и щелочь. Сейчас мы будем наносить маску и видеть с вами волшебство, которое будет происходить. Это одна из тех процедур, которые практически не имеют противопоказаний. Маску мы с вами будем выдерживать 15-20 минут. Будет происходить, как я уже сказала, волшебство выделения углекислого газа. Клиент может чувствовать легкое покалывание или божжение, а может и ничего не чувствовать. Спустя 20 минут мы смываем маску и получаем красивый эффект на коже. А самое главное, что карбокситерапия будет еще работать сутки. Я верю, что смогла вас убедить, что эстетическая косметология на сегодняшний день находится на самом высоком уровне. Все самые топовые, трендовые процедуры мы берем из косметологии и медицины. Карбокситерапия – это одна из самых лучших процедур, которая дает глубокий омолаживающий эффект, паралонгированный эффект и, конечно же, красивую кожу. С вами была Алина. Желаю вам красивую и сияющую кожу. Берегите себя! Ситуации. Наглядный разбор нюансов. Как избежать неприятностей? И что делать, когда здоровью и жизни уже угрожает опасность? Это должен знать каждый. Знакомьтесь, это Александр. Он бегает и делает зарядку по утрам уже 30 лет. А в отпуске решил прибавить к этому еще и водные процедуры. Но в воде никогда не стоит расслабляться даже самым опытным пловцам. Даже если вы уверены в своих силах, купайтесь только в специально отведенных местах. И тем более никогда не заходите в воду на диких пляжах одни. Организм быстро охлаждается, и мышцы может свести судорога. Если у вас судорога, постарайтесь не поддаваться панике, даже несмотря на сильную боль. Судорогу бедра можно быстро снять, если прижать рукой пятку к ягодице. Чтобы расслабить икроножную мышцу, давите на колено, чтобы максимально выпрямить ногу. Судорога кисти пройдет, если несколько раз сжать и разжать пальцы руки. Справившись с судорогой, аккуратно двигайтесь к берегу, чтобы не растерять остатки энергии. Если вы чувствуете, что силы закончились, кричите и зовите на помощь. Но важно не растратить на крик последние силы. В случае почти полного изнеможения набирайте полные легкие воздуха и очень медленно, но не до конца его выдыхайте. Не бейте руками по воде, медленно, плавно двигайте ими в самой толще. А ногами совершайте движение так, будто вы поднимаетесь по лестнице. Попробуйте перевернуться на спину и удерживаться на воде в этом положении, мягкими движениями двигаясь к берегу. Также можно попробовать сжаться по плавкам, сделать вдох и погрузить лицо в воду, обняв колени руками. Все это должно помочь восстановить энергию. Но если сил нет даже на это и вы уходите под воду, постарайтесь набрать больше воздуха в легкие, чтобы некоторое время пробыть под водой. Там все предметы становятся легче и ваше тело сможет хоть немного отдохнуть. В жизни люди тонут не так, как в кино. На первый взгляд кажется, что с ними все в порядке. Человек не кричит, не машет руками. Все, на что хватает сил тонущему, вдыхать и выдыхать. Но признаки, что человек тонет, это рот на уровне воды, запрокинутая голова, движение, будто человек плавает на месте или карабкается по лестнице. Если вы заметили тонущего с берега, обязательно снимите свою обувь, хотя бы тяжелую одежду, выверните карманы. Спросите человека, все ли с ним в порядке. Если он не отвечает, возможно у вас меньше 30 секунд, чтобы оказать помощь. Будьте готовы к тому, что тонущий будет инстинктивно виснуть на вас. Чтобы избежать этого, постарайтесь поднырнуть под него и попытайтесь обхватить человека сзади за плечи или за талию одной рукой, а второй грести. Если человек уже погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни можно, даже если он был под водой несколько минут. Если во время ныряния вы потеряли ориентацию, немного выдохните. Пузырьки воздуха укажут путь наверх. Если тонущий потерял сознание, тащите его, взяв рукой под подбородок или за волосы, так, чтобы его голова все время находилась над водой. На берегу в первую очередь переверните человека на бок. Избавьте легкие от воды, а полость рта от инородных предметов. Признаками остановки сердца являются отсутствие пульса и дыхания, расширенные зрачки. Начинайте срочно делать массаж сердца. Давите так, чтобы грудина смещалась вниз на 4-5 сантиметров, но не более, чтобы дополнительно не навредить человеку. В перерывах набирайте в легкий воздух, зажимайте нос пострадавшего и выдыхайте воздух ему в рот. Не опускайте руки и не сдавайтесь. Бывали случаи, когда человек и после часа реанимационных действий приходил в сознание. У пострадавшего могут появиться кашель и рвота. Это признаки того, что он начинает дышать самостоятельно. До приезда скорой помощи положите человека на бок, чтобы он устойчиво лежал. Подведем итоги. Купаться в безлюдных местах опасно. Судороги и утомления могут настигнуть вас неожиданно. С каждой судорогой можно разобраться своим способом. А чтобы оставаться на плаву, главное глубоко дышать и не паниковать. То, что человек тонет, не всегда очевидно. Постарайтесь поднырнуть под него. На берегу при необходимости делаем массаж сердца и искусственное дыхание, предварительно освободив дыхательные пути. Берегите себя. Жизнь прекрасна, а впереди много хорошего. Доброе утро, с вами программа «Утренний эспрессо». Встречаем вторник вместе на календаре 28 июня. Согласитесь, очень сложно в это поверить, но первый летний месяц подходит к своему завершению. Мы же продолжаем делиться с вами только самой полезной информацией из жизни региона. Итак, в рамках празднования Дня города Бересте 2022 пройдет первый Брестский фестиваль моды и стиля «Лукбук». Как сообщил председатель горысполкома, в настоящее время оргкомитет проводит большой объем предварительной работы. Так, сегодня, 28 июня, в круглом зале горысполкома пройдет один из основных этапов подготовки к данному мероприятию. Представители 31 швейного предприятия проведут отбор моделей для показа своих коллекций на фестивале. Выбор будет большим – 200 моделей из четырех модельных агентств. Результат можем увидеть уже 30 июля, в день проведения фестиваля. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Ей любопытно все, что происходит в море. Не верю. Красная шапочка. Тебе я замещаю кота. Быть этого не может. Это только начало. Я белоснежка. Кот ел с моей татаречки. Навсегда останется тайной. Продолжим. А почему у тебя такие большие глаза? Что? Пенеменеану мышью стану. Вот как. Кто на свете всех милей? Маркиз фон Карабас. Почему вы не трубите в трубы? Лучшие волшебные сказки. Смотрите по выходным в 9.45 на Беларусь 4 Брест. Получить правовую консультацию теперь можно, не выходя из дома, благодаря программе «Утренний эспрессо». Формулируйте свой вопрос и отправляйте его на наш студийный вайбер 821-5555. Каждый вторник и четверг на вопросы зрителей будут отвечать эксперты нашей новой рубрики. Найти выход из сложной житейской ситуации помогут компетентные специалисты, которые ответят на вопросы и, конечно же, помогут разобраться в проблеме. По решению суда мой бывший супруг обязан выплачивать алименты. Я получила на руки исполнительный лист, но предъявлять его к исполнению не стала. Алименты я не получала несколько лет. Могу ли я предъявить лист к исполнению и взыскать задолженность по алиментам за период, пока лист был на руках? Да, конечно, можете. Исполнительный документ о взыскании периодических платежей, то есть алиментов, может быть предъявлен к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока. Задолженность по алиментам рассчитывается судебным исполнителем со дня возбуждения исполнительного производства. По ходатайству изыскателя задолженность может быть рассчитана до дня возбуждения исполнительного производства в пределах трехлетнего срока. Таким образом, задолженность по алиментам может быть рассчитана за период нахождения исполнительного документа на руках у взыскателя, но только в пределах трехлетнего срока. Отмечу, что судебный исполнитель обязан составить расчет задолженности по алиментам при поступлении письменного заявления одной из сторон исполнительного производства, но не более одного раза в месяц, а также перед направлением исполнительного документа нанимателю. Задавайте ваши вопросы по телефону, который вы видите на экране. Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabrest.by в разделе программы «Утренние эспрессо». Всем хорошего дня! 30 июня с 9 до 11.00 по телефону 80162 203417 заместитель председателя комитета по труду, занятостью и социальной защите Брестского облсполкома Василий Соловчук проведет прямую телефонную линию. Состоится она по вопросам социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. Не упустите такой возможности, если таковые вопросы у вас имеются. Мы же продолжаем наш эфир. Не переключайтесь. Овен. Оживление в личной жизни. На горизонте новое романтическое приключение. Время открыть сердце для любви. На работе будете полны замыслов. Энергичность и оптимистический подход к решению вопросов помогут добиться успеха. Телец. Застой. Не принимайте важных решений. Больше времени проводите со своей второй половинкой. Стоит оживить отношения. На работе спокойный день. Неприятных сюрпризов не ожидается. Близнецы. Сегодня вас ждут неожиданные новости. Узнаете о чем-то важном и примете правильные решения. Звезды вас поддержат, поэтому в делах можете рассчитывать на удачу. Придется только отстоять свое мнение и переубедить коллег. Рак. Благодаря своему обаянию будете душой компании и объектом заинтересованности у противоположного пола. На работе удастся реализовать несколько смелых проектов, подписать серьезные договоры. Лев. Нет поводов для нерешительности или неуверенности. В стабильных союзах не все гладко, но откровенный разговор поможет дело исправить. На работе пришло время разрешить старые проблемы. Дева. Для одиноких дев подходящий момент заняться поиском второй половинки. В сложившихся союзах покой и идиллия. На работе светлая полоса. Услышите много похвал и слов признательности. Весы. Подумайте о достойном подарке близкому человеку. Одинокие весы получат шанс встретить кого-то исключительного. На работе благоприятный период. Хлопоты и беспокойство позади. Ставьте новые задачи и смело беритесь за их реализацию. Скорпион. Начинается новый этап в личной жизни. Сердечные раны не затянутся так быстро, но постарайтесь оставить в прошлом то, что не имеет смысла продолжать. Не все на службе достойны вашего доверия. Стрелец. В вашем доме установится чудесная теплая атмосфера. Позаботьтесь о любимом человеке, он давно заслуживает вашего внимания. На работе время проб и ошибок. Не переживайте заранее. Из каждой ситуации найдете выход. Козирог. Осторожнее с новыми знакомствами. Не проявляйте слишком много энтузиазма. Сейчас не лучшее время заводить романы. На работе покажите все, на что вы способны. Действуйте планомерно и последовательно. Водолей. В ближайшие дни не все будет радужно. Ждет не слишком приятный разговор с любимым человеком. Пора изменить свое поведение. На работе улыбнется удача. С одной стороны успехи, но и рискнуть тоже придется. Рыбы. Давно пора найти время для своей второй половинки. Отправляйтесь вместе в поездку или хотя бы на романтический ужин. На работе непростой разговор с шефом. Проявите рассудительность и усердие. 17-летний начинающий дизайнер Павел Козин из Барановичей победил на фестивале «Мельница моды» в номинации «Женская одежда». Дорогу к триумфу проложил из сожженных страниц непрочитанных книг. Его коллекция под названием «Библиоклазм» – манифест печатному слову в эпоху диджитал. Я заметил о том, что у меня очень большое количество книг, которые я не читаю. А если я их и читаю, то я их читаю в диджитал формате. Что мне напомнило китайский термин «Библиоклазм», который гласит о том, что книги, которые давно уже никому не нужны, они сжигаются. Это было сжигание неправильной или уже устаревшей литературы. Свои модные идеи. 17-летний начинающий модельер Павел Козин черпает из того, что видит вокруг. Ни за кем из великих не посматривает, не копирует. Все до мелочей придумывает сам. Павел оправдал все наши надежды. Повернись немножечко. В его коллекции никакой синтетики. Все натуральное. 100% хлопок и марли, напоминающие обугленные страницы книг. Такого эффекта модельер добивался с помощью акриловых красок. Полностью все слои были окрашены вручную, для того, чтобы добиться эффекта обгоревшей бумаги, обгоревшей ткани. Также были написаны текста вручную, чтобы именно был эффект сгоревшей книги, от которой что-то еще немножечко осталось. Также вот эта вот модель мною была сделана для финального выхода, чтобы поставить точку во всей этой истории, что книга, она сгорела и от нее уже идет дым. Библиоклазм. Дебютная коллекция начинающего дизайнера и сразу успешная. Преподаватели говорят, все дело в трудоголизме. Помимо дизайна вещей, Павел хорошо рисует, делает укладки, краит и шьет. В перспективе мечтает стать профессиональным моделером и создавать полный образ от прически до обуви. У меня периодически бывает такое, что я хожу по городу и я думаю о том, как бы можно было по-другому одеть человека, как бы под его фигуру, под его тип подошла бы другая одежда, другая бы форма. На создание коллекции ушел примерно год. Во всех начинаниях молодому таланту помогали преподаватели ресурсного центра, который работает при колледже сферы обслуживания. Наставники признаются, такого триумфа намеется моды и не припомнит. Наш колледж ежегодно принимает участие в фестивале-конкурсе «Мельница моды». Это уже стало традицией. И в этом году наши надежды оправдал талантливый, трудолюбивый, будущий, мы надеемся, художник, дизайнер, модельер Павел. Поэтому хочу отметить его как талантливым молодым человеком. И благодаря кропотливому ежедневному труду наших талантливых педагогов, самого Павла мы достигли таких высоких результатов. Кроме оглушительного успеха, Павел Козин получил многочисленные предложения сотрудничества. Так, свою коллекцию он представит на русском силуэте в Москве, а также на конкурсе младых дизайнеров «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге. Кроме того, он пройдет стажировку известного российского дизайнера Сергея Сысоева. Санкт-Петербурге И видеоматериалы также приветствуются. Ну и, конечно же, помните то, что вы можете быть не только зрителем, но и создателем программы «Утренний эспрессо». Делитесь новостями, своими наблюдениями и достижениями. Мы с удовольствием прочитаем ваши сообщения и поделимся этой информацией со всей Брестской областью. Фаза Луны. Четвертая четверть. Луна убывающая. Символ дня – лотос. Сегодня деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела. Получите заряд бодрости на долгое время вперед. В этот благоприятный период можно начинать любые дела. Следует соблюдать особую осторожность в первой половине лунного дня. Очень вредно перенапряжение. В этот день нужно слушать родных и близких. Их слова и советы могут предупредить о возможных сложностях. Рожденные в этот день люди хотят докопаться до истины. Во всем найти первопричину. Людям, страдающим бессонницей, полезно смотреть на неяркий свет. Следует беречь голову, головной мозг. Важно следить за артериальным давлением. Отложите посевы, посадки, высадку, рассаду, пикировку. Также не рекомендуется проводить поливы, вносить удобрения. Можно заняться прополкой, посынкованием, сбором семян и корнеплодов. Нельзя верить никаким обещаниям, слухам или прогнозам на будущее. Кругом бродит туман обмана. Сны в эти лунные сутки могут пугать, быть тяжелыми и неприятными. Но, к счастью, они часто обманчивы. Вода – источник нашей жизни. Родники же люди воспринимают как чудеса природы. Считается, вода в них обладает целебными свойствами. В Брестской области выявлено более 90 первозданных источников чистой воды. Наибольшее количество находится в Барановичском, Каменецком и Пинском районах. На Барановичской земле сосредоточена треть всех родников Брещены. Необычный ключ бьет близ деревни Ясенец. Уникальный гидрологический объект относится к редкому типу восходящих источников. Несколько десятков бурлящих малых крынец дали название роднику – Кипяток. Источник у деревни Тартаки. Это один из немногих родников области, который хорошо сохранился в естественном состоянии. Почти не изменилась и эта крынеца. Она находится в удивительно красивом месте деревни Молчать. Даже зимой не замерзает источник в деревне Верхи Каменецкого района. Родниковые воды питают реку Пульва. Течет в Пульву и ручеек из незамерзающего родника в деревне Тумин. За исцелением приходят и к свято-михайловскому природному источнику близ деревни Ставы. С водой неразрывно связана жизнь людей на Полесье. Местечки Дубоя и близ деревни Ковнятин в колодцах, поставленных на месте выхода природных источников, неизменными остаются уровень воды и ее температура. Издавна воду обожествляли, как вечно живой родник. Сегодня многие источники освящены и названы в честь святых. Особое внимание уделяется охране родников. Их оборудуют и проверяют качество воды. Ограничивается хозяйственная деятельность. Некоторые, особенно ценные, объявлены памятниками природы. К тому, что создано природой, необходимо относиться с особой бережливостью. В Брестском облсполкоме подвели итоги ежегодного областного конкурса «Человек года Брещины». По итогам работы за 2021 год, за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона, почетного звания удостоены 15 человек. Это представители разных сфер деятельности, специалисты, руководители предприятий, общественные деятели, которые добились высоких достижений в труде и получили признание общества. Каждому из награжденных из областного бюджета будет выделено денежное вознаграждение в размере 50 базовых величин. Планируется, что чествование лауреатов почетного звания «Человек года» и победителей областного соревнования среди административных территорий, предприятий и организаций области состоится 29 июня в Театре «Кукол». Напоминаю, сегодня 28 число, вторник. Вы смотрите программу «Утренний эспрессо». «Утренний эспрессо» «Утренний эспрессо» Новый формат проведения мероприятий реализуется в Бресте. В этом году они проходят под девизом «Молодь бай». Помним традиции, живем настоящим, стремимся в будущее. И объединяет благими делами молодых людей всей республики. Квест-забег провели в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина. Объединить ребят разных возрастов, отвлечь их внимание от гаджетов, весело использовать для здоровья, провести свободное время в компании литиномышленников – основные задачи квест-забега «Молодежный бегопарк» инициированного кафедрой физической культуры Брестского государственного университета имени Пушкина. «Одно из самых главных идей нашего мероприятия – это дружба. Дружба разных возрастов. Это понимание, взаимовыручка, это помощь друг другу. Ведь на сегодняшний день это самое главное – дружба и участие в спорте». Проверить свою физическую форму и командный дух в парке культуры и отдыха собралось порядка 80 ребят – студентов вуза и учащихся школ нашего города. «Мы должны подавать пример будущей молодежи, подрастающему поколению, показывать им пример силы, активности и выстраивать некие коммуникативные навыки с подрастающим поколением». Именно объединение в спортивном мероприятии участников разных возрастов, младшему из которого всего 8, а старшему уже 19 – замечательная возможность научить работать в команде представителей разных поколений. Да и как подобрать ключи к младшим участникам, старшим товарищам – секрет также известен. «Всегда можно найти общий язык, если как-то заинтересовать ребенка, как-то с ним пообщаться, найти общие темы и что-нибудь ему интересное рассказать про тот же спорт. Я думаю, это может очень хорошо заинтересовать». Несмотря на общие для всех участников задания, состоящие из 12 станций квест-забега, нормативы в зависимости от возраста разные. Но воля к победе и уверенность в своей команде у младшего поколения преобладала над взрослыми. «Здесь проводится квест, и я сюда пришла за победой. Я в команде со своими друзьями, и мы дружно выполняем то, что нам говорят». «Хотя выполнить задание квест-забега оказалось непростой задачей…» «Я зажал». «Давай». «Давай». «Сюда». «Сюда». «Да, есть». «Но командный дух и слаженная работа помогли. В итоге победила дружба». В филиале Березовского историко-краеведческого музея «Галерея искусств» открыта выставка известного белорусского художника Олеся Родина «Натхнение». Для районного центра и местных жителей это стало настоящим подарком. Идея проведения персональной выставки в галерее искусств родилась в ходе арт-пленера «Полезские этюды», который прошел в августе 2021 года в Березе. Выставка «Натхнение» отображает разные направления в творчестве художника, но все эти направления объединяет вдохновение. Оно, по словам Олеся, может настигнуть себя в любой момент. Смотря на самые простые явления природы, жизненные моменты, появляются образы будущих картин. Благодаря неиссякаемой энергии, творческому порыву и открытости новым идеям Олеся, у жителей Брестской области есть возможность увидеть картины, которые представлялись на выставках Германии, Франции, Бельгии, Голландии и России. С выставкой можно познакомиться до 14 июля по адресу город Береза, улица Ленина, 104, галерея искусств. Не пропустите такой возможности и оставайтесь, конечно же, вместе с нами на четверке. Сегодня 28 июня, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. 1891 год. Родился участник освобождения Беларуси в годы Великой Отечественной войны Артем Боричевский. Отличился в 1944 году во время прорывов вражеской обороны северо-западнее Рогачева под Волковыцком. Герой Советского Союза. 1906 год. Родился один из руководителей подполья и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, журналист Василий Самутин. Был редактором Витебской подпольной газеты «Звезды» в Советской Беларуси. В 50-е годы прошлого века был заместителем министра лесного хозяйства БССР. 1923 год. Родился белорусский архитектор профессор Владимир Чантурия. Савтор проектов детальной планировки исторических центров Гродно и Витебска. Под его руководством проведены обмеры памятников белорусского зодчества. Лауреат государственной премии. 1953 год. В Гумеле родился белорусский ученый Александр Ковалев. Разработал методику и технологию комплексного экологического обследования и мониторинга окружающей среды. Лауреат государственной премии Беларуси. Премии Ленинского комсомола Беларуси. 1979 год. Учерождена Красная книга Беларуси. На тот момент она состояла из одного тома и включала 80 видов животных и 85 видов растений. Издание вышло на белорусском языке. Охота на представителей фауны и сбор образцов растений, которые перечисляются в ней, строго запрещены. Новый рабочий день с вами встречает программа «Утренний эспрессо». Важный ингредиент блюда, рецептом которого хотим поделиться с вами далее – томат. Они содержат много витаминов А и витамина К, а также значительное количество витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина. Один томат обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине С. Также помидоры – это хороший источник железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди. В общем, полезность очевидна, поэтому обязательно вводите томаты в свой рацион и, конечно же, записывайте новый рецепт. Привет! Сегодня мы расскажем, как легко и быстро приготовить фокаччо с томатами и черными оливками. Просеем в глубокую миску 500 граммов муки. Добавим к муке 150 граммов манной крупы, 10 граммов сухих дрожжей и 20 граммов сахара. Хорошо перемешиваем с помощью венчика. Делаем небольшое углубление и вливаем в него 300 миллилитров воды комнатной температуры. Вымешиваем тесто. Готовое тесто распределяем по противню толщиной 2-3 сантиметра. Пальцем сделаем углубление в тесте для начинки и наполним их черными оливками и томатами черри. Поливаем оливковое масло и добавляем несколько веточек тимьяна для аромата. Отправляем в духовой шкаф на 35 минут. Используем нижние и верхние тены при температуре 190 градусов. В сотейник вливаем 100 миллилитров оливкового масла. Нарезаем 2 зубчика чеснока тонкими колечками и отправляем в сотейник с листьями тимьяна. Мелко нарубим укроп и отправляем его в сотейник. Далее порубим петрушку и также отправляем в сотейник. Солим и перчим. Слегка прогреем зелень в масле не более 2 минут. Готовый итальянский хлеб поливаем ароматным маслом с зеленью. Приятного аппетита! Приступить к присяге! Время быстро пролетит. Еще раз назовете меня цыпочкой. Поздравляю, сумасшедший! Что ты за человек такой? Это дело теперь только мое. Хочу, чтобы ты присутствовал. Проклятье! Ты ищешь проблему? Мама, ты как? Я полностью сосредоточен на работе. Я с вами. Тротективный сериал «Инсайдер» с понедельника по четверг в 21.00 на Беларусь-4 Брест. Увидимся вечером. Каждый вторник рассказываем о людях, которые делают мир вокруг себя красивее. Стать героем рубрики «У нас во дворе» может каждый. Для этого просто отправьте свое сообщение на наш студийный вайбер 821-5555. Расскажите о тех людях, которые делают ваш двор уютнее. Ну, а если накопились проблемные вопросы, решить которые самостоятельно не получается, также пишите. Мы обязательно поможем в их решении. Оставайтесь с нами и смотрите положительный пример того, как люди, которые хотят сделать мир вокруг себя красивее, заражают этим энтузиазмом окружающих. С началом летнего сезона все больше людей стремятся выехать на природу. Но после такого отдыха у жителя деревни Бульково Василия Галуза прибавляется работа. В окрестностях деревни Бульково наводит порядок и следит за состоянием окружающей среды неравнодушный пенсионер. В его арсенале специально сделаны им штык для мусора и мешок. Местные знают, если Василий Николаевич прогуливается по берегу Муховца или по опушке леса, там будет чисто. Я, глядя на окружающую среду и природу, с которой я не знаю насколько, но я с любовью отношусь к ней. И хочу, чтобы и другие относились так же. И мы, люди, сами делаем свой выбор. Или находимся в окружении всякого мусора, или же мы будем ходить по хорошим дорогам и не цепляться за них. И все. И приучал я себя, и хотел, чтобы и люди даже привыкли не мусорить, заботиться о природе. Мысли о проблемах загрязнения природы Василий Николаевич выражает в стихах. Все они как призыв для других – не мусорить. Уберись, пи спокойно. Законной экологии дружи достойно. Любовь к порядку и чистоте у Василия Николаевича еще с армейских времен. Звание майора не мешало прибирать мусор за солдатами, несмотря на насмешки сослуживцев. Невольно я начал возле дома. И мне даже говорят, ой, зачем ты это делаешь? Честно скажу, я начал, был майором я, и я в части, в Советский Союз был, и я в части, даже если накурили, я в парке подбетал. Мне сейчас говорят, ты же майор. Когда я прошел до аэропорта, за аэропортом и там лез, и вдоль речки, я был поражен, сколько чего там всего. Я собирал кучи, сортировал, и потом вывозил. Пенсионер не ищет помощи в уборке и сортировке мусора, и тем более ее не просит. Но в последнее время все чаще к нему приобщаются такие же неравнодушные люди, чтобы помочь. На своем стареньком автомобиле Василий Николаевич лично вывозит все на мусороперерабатывающий завод. Жабинку я убираю, складываю кучу, кучу, кучу. Подъезжает какой-то, значит, человек, который отвечает за землю. И я, значит, ничего не говорю, прохожу по там, говорю, вы, может, что-то не хотите. Вы знаете, мы сейчас соберем команду и уберем все дела. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста, я никому не жалуюсь. Никому. Вот это что стихи, это крик моей души. Начиная с ранней весны и до морозов, пенсионер помогает расчищать окружающую среду. Говорит уже по звуку шагов, знает, есть ли на земле мусор и из чего он сделан. Особенно огорчает его, когда несознательные рыбаки и отдыхающие оставляют после себя беспорядок. Василий Николаевич и сам любит находиться на природе. Я рыбу не люблю ловить, честно говоря. Но люблю смотреть на нее. С удовольствием бросаю, вижу, как они развиваются, мне доставляет большое удовольствие. И вот я все-таки, пока сколько моих сил будет, я буду заниматься и кабаней. Хотите верьте, хотите нет. Не осталась незамеченной деятельность Василия Галуза и администрации Тельминского сельсовета. Председатель Елена Фурсевич тоже всегда готова оказать содействие пенсионеру. Все понимают, такие люди, как Василий Николаевич, на вес золота. Когда Василий Николаевич, мы поинтересовались у него, какая нужна ему помощь, может, без содействия. Он сказал, единственное, о чем я прошу, это шляпу с антимоскитной сеткой. Потому что, когда я собираю мусор, перед меня мошка заедает. Поэтому сегодня Тельминский Василий с полкома... Это вы знаете, честно скажу, доставили мне большую удовольствие. К сожалению, в наше время все больше людей, которые ходят, требуют, жалуются. Но очень мало людей, которые проявляют сами инициативу и просят оказать содействие со своим же участием в решении каких-то проблемных вопросов. И в этом плане нам очень сильно повезло нашему сельсовету, что на территории деревни Бульково проживает такой гражданин Василий Николаевич Галуза, который с удовольствием оказывает содействие в благоустройстве территории. Пока мы снимали сюжет, мусорный мешок Василия Николаевича был снова наполнен. К сожалению, невозможно проконтролировать каждого, кто вывозит и выбрасывает мусор за пределы своего двора. В Пинском районе на трех участках рек запретили движение маломерных судов. Решение райисполкома вступило в силу с 21 июня. Этот документ регулирует порядок пользования поверхностными водными объектами в пограничной зоне, принятым в целях охраны жизни и здоровья населения в пограничной зоне. Касается запрет только трех участков рек, которые соприкасаются с украинской границей в Лосицком и Хойновском сельсоветах. Берите информацию на заметку. Продолжение следует... 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 ограничивающие ввоз ее из других стран, так как закупка косметических средств из Египта, Китая и стран Аравии серьезно ударила по казне. Стремящихся к красоте римских женщин не пугало ничего, даже пигменты из различных ядовитых веществ, которые содержались в прообразе губной помады. О современной косметологии пойдет речь в нашей постоянной рубрике. Красивое утро! Меня зовут Алина, я косметик пятого разряда и сегодня мы поговорим с вами о самой трендовой процедуре этого года – карбокситерапия. Карбокситерапия была взята из нашей медицины. Наши врачи делают уколы углекислого газа в суставы спортсменам для нейропатии, лечения различных заболеваний. А эстетическая косметология пошла еще дальше и придумала, сделала, воплотила идею карбокситерапии, с помощью кремов и масок. Что происходит во время этой процедуры? Конечно, мы умываем, подготавливаем кожу клиента с помощью умывания, с помощью дополнительного очищения. Как я говорила в прошлых программах, что энзимный пилинг сейчас пользуется большой популярностью и он будет давать хорошее дополнительное очищение. Создается активное поле из углекислого газа и простым языком говоря, наша кожа как будто начинает задыхаться и активно брать кислород из нашей крови. Что происходит в этот момент? Начинают активно сражаться и наши клеточки. Они активнее делятся, фибробласты, гиалуроновая кислота, коллаген, эластин. Наша кожа осветляется, наша кожа омолаживается, поэтому это одна из трендовых процедур. Мы сейчас подготовили нашу модель и начинаем наносить маску. Наша маска уже из готового продукта, то есть совмещены кислоты и щелочь. Сейчас мы будем наносить маску и видеть с вами волшебство, которое будет происходить. Это одна из тех процедур, которые практически не имеют противопоказаний. Маску мы с вами будем выдерживать 15-20 минут, будет происходить, как я уже сказала, волшебство выделения углекислого газа. Клиент может чувствовать легкое покалывание, либо жжение, а может и ничего не чувствовать. Спустя 20 минут мы смываем маску и получаем красивый эффект на коже. А самое главное, что карбокситерапия будет еще работать сутки. Я верю, что смогла вас убедить, что эстетическая косметология на сегодняшний день находится на самом высоком уровне. Все самые топовые трендовые процедуры мы берем из косметологии и медицины. Карбокситерапия это одна из самых лучших процедур, которая дает глубокий омолаживающий эффект, пролонгированный эффект и, конечно же, красивую кожу. С вами была Алина, желаю вам красивую и сияющую кожу. Берегите себя! Самыми жаркими днями в Бресте на этой неделе станут среда, четверг и пятница. Синоптики обещают до 33 градусов тепла. Сегодня, 28 июня, воздух прогреется до 30 градусов, влажность более 40 процентов. Дожди, по прогнозам синоптиков, возможны ближе к выходным. Медики настоятельно рекомендуют воздержаться от прогулок под палящим солнцем, надевать головные уборы и пить больше чистой воды. Водителям стоит постоянно контролировать свое самочувствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Получить правовую консультацию, не выходя из дома, можно теперь благодаря программе «Утренний эспрессо». Формулируйте свой вопрос и отправляйте его на наш студийный вайбер 821 55 55. Каждый вторник и четверг на вопросы зрителей в эфире будут отвечать эксперты нашей постоянной рубрики. Найти выход из сложной житейской ситуации помогут компетентные специалисты, которые ответят на вопросы и предложат правовой алгоритм решения проблемы. По решению суда мой бывший супруг обязан выплачивать алименты. Я получила на руки исполнительный лист, но предъявлять его к исполнению не стала. Алименты я не получала несколько лет. Могу ли я предъявить лист к исполнению и взыскать задолженность по алиментам за период, пока лист был на руках? Да, конечно, можете. Исполнительный документ о взыскании периодических платежей, то есть алиментов, может быть предъявлен к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока. Задолженность по алиментам рассчитывается судебным исполнителем со дня возбуждения исполнительного производства. По ходатайству изыскателя задолженность может быть рассчитана до дня возбуждения исполнительного производства в пределах трехлетнего срока. Таким образом, задолженность по алиментам может быть рассчитана за период нахождения исполнительного документа на руках у взыскателя, но только в пределах трехлетнего срока. Отмечу, что судебный исполнитель обязан составить расчет за должности по алиментам при поступлении письменного заявления одной из сторон исполнительного производства, но не более одного раза в месяц, а также перед направлением исполнительного документа нанимателю. Задавайте ваши вопросы по телефону, которые вы видите на экране. Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabrest.by в разделе программы Утренние эспрессо. Всем хорошего дня! Музей-усадьба Пружанский палацик проводит акцию «Сделай подарок музею», сообщается на сайте учреждения. К участию приглашаются все, кто неравнодушен к истории, культуре района и готов нести свой вклад в пополнение музейного фонда. Если у вас есть старые фото, книги, документы, одежда, монеты, посуда, детские игрушки, предметы быта, которыми пользовались ваши родители, бабушки и дедушки, музей с удовольствием примет их в дар. Желательно, чтобы эти предметы отражали самобытность или являлись характерными для конкретного периода истории района. Став музейными экспонатами они получат новый статус и новую жизнь. Будут представлены на выставках, где их увидит большое количество людей. Среди предметов, подаренных музею, будет проведен конкурс по следующим номинациям. Первый, ну, естественно, предмет, который будет передан в музей самым первым. Легенда, предмет, с которым связана самая интересная история. Раритет, самый уникальный и значимый предмет. Идоги конкурса будут подведены 1 сентября. Впишите свое имя в историю. Овин. Оживление в личной жизни. На горизонте новое романтическое приключение. Время открыть сердце для любви. На работе будете полны замыслов. Энергичность и оптимистический подход к решению вопросов помогут добиться успеха. Телец. Застой. Не принимайте важных решений. Больше времени проводите со своей второй половинкой. Стоит оживить отношения. На работе спокойный день. Неприятных сюрпризов не ожидается. Близнецы. Сегодня вас ждут неожиданные новости. Узнаете о чем-то важном и примете правильное решение. Звезды вас поддержат, поэтому в делах можете рассчитывать на удачу. Придется только отстоять свое мнение и переубедить коллег. Рак. Благодаря своему обаянию будете душой компании и объектом заинтересованности у противоположного пола. На работе удастся реализовать несколько смелых проектов подписать серьезные договоры. Лев. Нет поводов для нерешительности или неуверенности. В стабильных союзах не все гладко, но откровенный разговор поможет дело исправить. На работе пришло время разрешить старые проблемы. Дева. Для одиноких дев подходящий момент заняться поиском второй половинки. В сложившихся союзах покой и идиллия. На работе светлая полоса. Услышите много похвал и слов признательности. Весы. Подумайте о достойном подарке близкому человеку. Одинокие весы получат шанс встретить кого-то исключительного. На работе благоприятный период. Хлопоты и беспокойство позади. Ставьте новые задачи и смело беритесь за их реализацию. Скорпион. Начинается новый этап в личной жизни. Сердечные раны не затянутся так быстро, но постарайтесь оставить в прошлом то, что не имеет смысла продолжать. Не все на службе достойны вашего доверия. Стрелец. В вашем доме установится чудесная теплая атмосфера. Позаботьтесь о любимом человеке, он давно заслуживает вашего внимания. На работе время проб и ошибок. Не переживайте заранее. Из каждой ситуации найдете выход. Козирог. Осторожнее с новыми знакомствами. Не проявляется слишком много энтузиазма. Сейчас не лучшее время заводить романы. На работе покажите все, на что вы способны. Действуйте планомерно и последовательно. Водолей. В ближайшие дни не все будет радужно. Ждет не слишком приятный разговор с любимым человеком. Пора изменить свое поведение. На работе улыбнется удача. С одной стороны успехи, но и рискнуть тоже придется. Рыбы. Давно пора найти время для своей второй половинки. Отправляйтесь вместе в поездку или хотя бы на романтический ужин. На работе непростой разговор с шефом. Проявите рассудительность и усердие. Это энциклопедия безопасности. Советы, лайфхаки, инструкции по спасению. Самые распространенные чрезвычайные ситуации. Наглядный разбор нюансов. Как избежать неприятностей и что делать, когда здоровью и жизни уже угрожает опасность. Это должен знать каждый. Знакомьтесь, это Александр. Он бегает и делает зарядку по утрам уже 30 лет. А в отпуске решил прибавить к этому еще и водные процедуры. Но в воде никогда не стоит расслабляться даже самым опытным пловцам. Даже если вы уверены в своих силах, купайтесь только в специально отведенных местах. И тем более, никогда не заходите в воду на диких пляжах одни. Организм быстро охлаждается и мышцы может свести судорога. Если у вас судорога, постарайтесь не поддаваться панике, даже несмотря на сильную боль. Судорогу бедра можно быстро снять, если прижать рукой пятку к ягодице. Чтобы расслабить икроножную мышцу, давите на колено, чтобы максимально выпрямить ногу. Судорога кисти пройдет, если несколько раз сжать и разжать пальцы руки. Справившись с судорогой, аккуратно двигайтесь к берегу, чтобы не растерять остатки энергии. Если вы чувствуете, что силы закончились, кричите и зовите на помощь. Но важно не растратить на крик последние силы. В случае почти полного изнеможения набирайте полные легкие воздуха и очень медленно, но не до конца его выдыхайте. Не бейте руками по воде, медленно, плавно двигайте ими в самой толще. А ногами совершайте движение так, будто вы поднимаетесь по лестнице. Попробуйте перевернуться на спину и удерживаться на воде в этом положении, мягкими движениями двигаясь к берегу. Также можно попробовать сжаться по плавкам, сделать вдох и погрузить лицо в воду, обняв колени руками. Все это должно помочь восстановить энергию. Но если сил нет даже на это и вы уходите под воду, постарайтесь набрать больше воздуха в легкие, чтобы некоторое время пробыть под водой. Там все предметы становятся легче и ваше тело сможет хоть немного отдохнуть. В жизни люди тонут не так, как в кино. На первый взгляд кажется, что с ними все в порядке. Человек не кричит, не машет руками. Все, на что хватает сил тонущему, вдыхать и выдыхать. Но признаки, что человек тонет, это рот на уровне воды, запрокинутая голова, движение, будто человек плавает на месте или карабкается по лестнице. Если вы заметили тонущего с берега, обязательно снимите свою обувь, хотя бы тяжелую одежду, выверните карманы. Спросите человека, все ли с ним в порядке. Если он не отвечает, возможно у вас меньше 30 секунд, чтобы оказать помощь. Будьте готовы к тому, что тонущий будет инстинктивно виснуть на вас. Чтобы избежать этого, постарайтесь подмирнуть под него и попытайтесь обхватить человека сзади за плечи или за талию одной рукой, а второй грести. Если человек уже погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни можно, даже если он был под водой несколько минут. Если во время ныряния вы потеряли ориентацию, немного выдохните. Пузырьки воздуха укажут путь наверх. Если тонущий потерял сознание, тащите его, взяв рукой под подбородок или за волосы, так, чтобы его голова все время находилась над водой. На берегу в первую очередь переверните человека на бок. Избавьте легкие от воды, а полость рта от инородных предметов. Признаками остановки сердца являются отсутствие пульса и дыхания, расширенные зрачки. Начинайте срочно делать массаж сердца. Давите так, чтобы грудина смещалась вниз на 4-5 сантиметров, но не более, чтобы дополнительно не навредить человеку. В перерывах набирайте в легкий воздух, зажимайте нос пострадавшего и выдыхайте воздух ему в рот. Не опускайте руки и не сдавайтесь. Бывали случаи, когда человек и после часа реанимационных действий приходил в сознание. У пострадавшего могут появиться кашель и рвота. Это признаки того, что он начинает дышать самостоятельно. До приезда скорой помощи положите человека на бок, чтобы он устойчиво лежал. Подведем итоги. Купаться в безлюдных местах опасно. Судороги и утомления могут настигнуть вас неожиданно. С каждой судорогой можно разобраться своим способом. А чтобы оставаться на плаву, главное глубоко дышать и не паниковать. То, что человек тонет, не всегда очевидно. Постарайтесь поднырнуть под него. На берегу при необходимости делаем массаж сердца и искусственное дыхание, предварительно освободив дыхательные пути. Берегите себя. Жизнь прекрасна. А впереди много хорошего. 17-летний начинающий дизайнер Павел Козин из Барановичи победил на фестивале «Мельница моды» в номинации «Женская одежда». Дорогу к триумфу проложил из сожженных страниц непрочитанных книг. Его коллекция под названием «Библиоклазм». Манифест печатному слову в эпоху диджитал. Я заметил о том, что у меня очень большое количество книг, которые я не читаю. А если я их и читаю, то я их читаю в диджитал формате. Что мне напомнило китайский термин «Библиоклазм», который гласит о том, что книги, которые давно уже никому не нужны, они сжигаются. Это было сжигание неправильной или уже устаревшей литературы. Свои модные идеи 17-летний начинающий модельер Павел Козин черпает из того, что видит вокруг. Ни за кем из великих не посматривает, не копирует. Все до мелочей придумывает сам. Павел оправдал все наши надежды. Повернись немножечко. В его коллекции никакой синтетики. Все натуральное. 100% хлопок и марли, напоминающие обугленные страницы книг. Такого эффекта модельер добивался с помощью акриловых красок. Полностью все слои были окрашены вручную для того, чтобы добиться эффекта обгоревшей бумаги, обгоревшей ткани. Также были написаны текста вручную, чтобы именно был эффект сгоревшей книги, от которой что-то еще немножечко осталось. Также вот эта вот модель мною была сделана для финального выхода, чтобы поставить точку во всей этой истории, что книга, она сгорела и от нее уже идет дым. Библиоклазм. Дебютная коллекция начинающего дизайнера и сразу успешная. Преподаватели говорят, все дело в трудоголизме. Помимо дизайна вещей, Павел хорошо рисует, делает укладки, краит и шьет. В перспективе мечтает стать профессиональным моделером и создавать полный образ от прически до обуви. У меня периодически бывает такое, что я хожу по городу и я думаю о том, как бы можно было по-другому одеть человека, как бы под его фигуру, под его тип подошла бы другая одежда, другая бы форма. На создание коллекции ушел примерно год. Во всех начинаниях молодому таланту помогали преподаватели ресурсного центра, который работает при колледже сферы обслуживания. Наставники признаются, такого триумфа на Минеце моды и не припомнят. Наш колледж ежегодно принимает участие в фестивале-конкурсе «Мельница моды». Это уже стало традицией. И в этом году наши надежды оправдал талантливый, трудолюбивый, будущий, мы надеемся, художник, дизайнер, модельер Павел. Поэтому хочу отметить его как талантливым молодым человеком. И благодаря кропотливому ежедневному труду наших талантливых педагогов, самого Павла мы достигли таких высоких результатов. Кроме оглушительного успеха, Павел Козин получил многочисленные предложения сотрудничества. Так, свою коллекцию он представит на русском силуэте в Москве, а также на конкурсе младых дизайнеров «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге. Кроме того, он пройдет стажировку известного российского дизайнера Сергея Сысоева. Национальный парк «Беловежская пуща» приглашает 6 июля на праздник «Вечерный Ивана Купалу», который состоится на территории археологического музея под открытым небом с 18 до 22.00. Участников ждет знакомство с традициями, дошедшими до наших дней. Обучение плетению купальских венков, выпускание их в водоем, купальский костер, мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок, тематический аквагрим для взрослых и детей. Будет возможность посетить экспозиции музея. В программе также заявлены народные песни, хороводы, веселые игры и конкурсы. Все желающие смогут узнать о целебных травах и цветах, приобретающих в эту ночь особую волшебную силу. Более подробную информацию можно найти на сайте Национального парка. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Обязательно оставайтесь с нами. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Катя. Сегодня у нас с вами комплекс упражнений для верхнего плечевого пояса. Для упражнений нам понадобятся небольшие гантели и хорошее настроение. Итак, первое упражнение для мышц спины. Исходное положение в наклоне. Мы выполняем тягу к поясу. Работаем сначала одной рукой 30 секунд. Поехали. Лопатку приводим к позвоночнику и дотягиваем локтем назад. С выдохом тянем гантель к себе. Напомню, что работаем 30 секунд. Лопатку приводим к позвоночнику. Наверху можно немножко подержать гантель. Выдох. Так, у нас осталось 5 секунд. 3, 2, 1. И сразу другая рука. Поехали. Представляем, как будто мы колем лопаткой орешек, прижимая ее к позвоночнику. С выдохом тяга. Еще немного. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Готово. Итак, второе упражнение для мышц плеч. Гантели на уровне ушей располагаем. И с выдохом выжимаем одну руку вверх. Работаем 30 секунд. С выдохом вверх немного быстрее, а вниз замедляемся и притормаживаем. Выдох. 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 Работаем активно. Укрепляем мышцы плеч. 5 секунд осталось. Выдох. 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 Сразу правая рука. Веселее. Наверх быстро, вниз медленно. Быстро, медленно. Не меняйте такой темп. Выдох. 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 И приготовьтесь. Сейчас будет кое-что интересное. 5, 4, 3, 2, 1. И обеими руками. Поехали. Выполняем жим. Давайте 15 раз. Руки устали. 10, 9, 8. Толкаем локти вверх. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще одно упражнение для мышц плеч. Руки располагаем внизу. Гантели у бедер. И с выдохом разводим руки в стороны. Выдох. Выдох. Гантели поднимаем. Где-то до градусов 70-80. Высоко не надо. Плечи держим от ушей. Тянемся за макушкой вверх. Выдох. Выдох. Наверх. Быстро вниз. Медленно. Быстро. Медленно. Еще немного. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. А теперь мы можем смело носить открытые майки. Всем улыбок и хорошего настроения. Брест, доброе утро. Просыпаемся. Доброе утро, Прещане и Брест. Всем хорошего дня. Харитоны, добрые ранницы. Доброе утро, Брест. Доброе утро, Прещане. Кобрин, доброе утро. Люблю. Ляховичи, доброе утро. Всем доброго утра. Из Бреста приезжайте к нам. Доброе утро, Брест. Всем отличного настроения. Прещане, просыпаемся. Брест, доброе утро. Желаю всем отличного дня. Новый формат проведения мероприятий реализуется в Бресте. В этом году они проходят под девизом «Молодь бай». Помним традиции, живем настоящим, стремимся в будущее. И объединяет благими делами молодых людей всей республики. Квест-забег провели в Брестском государственном университете имени Александра Пушкина. Объединить ребят разных возрастов, отвлечь их внимание от гаджетов, весело использовать для здоровья, провести свободное время в компании литиномышленников. Основные задачи квест-забега «Молодежный бегопарк» инициированного кафедрой физической культуры Брестского государственного университета имени Пушкина. Одной из самых главных идей нашего мероприятия – это дружба. Дружба разных возрастов. Это понимание, взаимовыручка. Это помощь друг другу. Ведь на сегодняшний день – это самое главное – дружба и участие в спорте. Проверить свою физическую форму и командный дух в парке культуры и отдыха собралось порядка 80 ребят – студентов вуза и учащихся школ нашего города. Мы должны подавать пример будущей молодежи, подрастающему поколению, показывать им пример силы, активности и выстраивать некие коммуникативные навыки с подрастающим поколением. Именно объединение в спортивном мероприятии участников разных возрастов, младшему из которого всего 8, а старшему уже 19 – замечательная возможность научить работать в команде представителей разных поколений. Да и как подобрать ключи к младшим участникам, старшим товарищам, секрет также известен. Всегда можно найти общий язык, если как-то заинтересовать ребенка, как-то с ним пообщаться, найти общие темы и что-нибудь ему интересное рассказать про тот же спорт. Я думаю, это может очень хорошо заинтересовать. Несмотря на общие для всех участников задания, состоящие из 12 станций квест-забега, нормативы в зависимости от возраста разные. Но воля к победе и уверенность в своей команде у младшего поколения преобладала над взрослыми. Здесь проводится квест, и я сюда пришла за победой. Я в команде со своими друзьями, и мы дружно выполняем то, что нам говорят. Хотя выполнить задание квест-забега оказалось непростой задачей… Я зажал. Давай. Давай. Да ничего. Да, есть. Но командный дух и слаженная работа помогли. В итоге победила дружба. Студия флористики «Жардан» – постоянный многолетний партнер программы «Утренний эспрессо». Самые популярные тренды во флористике – всегда свежие, с самолюбовью подобранные цветы для особых случаев. Студия флористики «Жардан» – дополнительный источник нашего вдохновения. Каждое утро буднего дня. Мы продолжаем наш эфир. Самая актуальная информация перед выходом из дома – прогноз синоптиков. Продолжение следует. Продолжение следует. Продуктивного и интересного вторника желает вам программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Екатерина Нечапорук. Каждое утро буднего дня встречаем новый день вместе. Оставайтесь на четверке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова